Ну а мы сегодня продолжаем наш мини-сериал. На календаре у нас сегодня среда, 15 апреля 2020 года. Время без 15.08 утра. С сегодняшнего дня, друзья, у нас вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции. Штрафы не маленькие. Первоначальный штраф 4 тысячи, повторно 5 тысяч. Ну а сейчас я буду ехать на работу, и мы как вчера немножко с вами проедемся, посмотрим, что же творится в городе, все снимем для вас. И вы все увидите своими глазами. Ну а сейчас немножко подробнее о введении штрафов за несоблюдение режима самоизоляции в Крыму и Севастополе. С сегодняшнего дня, с 15 числа, с 15 апреля в 14.00 на улице выйдут усиленные патрули полиции. Также по городу будут ездить автомобили ДПС. И проверять людей на несоблюдение режима самоизоляции. То есть пешие патрули будут ходить по городу, смотреть, чтобы люди, которым не нужно на работу, которые не работают в данный момент, бесцельно не шатались по городу, не гуляли по паркам. Ну вот мы сейчас проезжаем Московское кольцо, мы видим, стоит машина ДПС, вот здесь вот по центру. Ребята работают. Ну, в принципе, такая у них служба. Сотрудники полиции у нас практически все входят в масках, в перчатках. То есть обеспечены средствами защиты на все 100%. Ну, вот как я вижу, пока в данный момент утром количество машин не уменьшилось. Количество машин достаточно большое. Так же было и вчера. Хотя, как только объявили режим самоизоляции, некоторые люди боялись выходить в город, передвигаться. Но потом как-то это все приелось, осмелели. Ну, я вечером, когда буду ехать с работы, я все вам покажу. Я сниму, насколько уменьшился автомобильный поток на дорогах нашего города. А сейчас я проедусь вместе с вами не по улице Толстого, по которой я часто езжу на работу. По ней я ехал вчера и показал мост на улице Толстого. А немножко проедусь через Кубышевский рынок и по центру нашего города. Ну, и все вы это увидите своими глазами, друзья. Ну, вот, друзья, мы вместе с вами практически уже подъехали к Кубышевскому кольцу. Также возле этого кольца стоит машина ДПС. Я так понимаю, что с сегодняшнего дня будет все очень жестко. Ну, а мы сейчас с кольца вместе с вами поворачиваем направо на центральную улицу нашего города, на улицу Кирова. Людей на остановках немного. Вот, я смотрю, проехал троллейбус. Также людей в этом троллейбусе очень мало. То есть, вот, кто ходит пешком, передвигается по городу и на общественном транспорте, я сильно много людей не вижу. Но на машинах очень много людей. Я не знаю, это или люди едут на работу, или они решили пока еще до 14.00 сегодняшнего дня поделать все свои дела по-быстренькому и разбежаться, так сказать, по норкам, чтобы их не штрафовали. Ну, и как вы видите, вот троллейбусы у нас в городе любят ездить по сведению. Ну, вот, в данный момент мы уже выехали практически в сам центр города. Даже не практически, а в центр города. С левой стороны мы сейчас будем проезжать, будет площадь Ленина и здание Совета Министров. На улице идет дождик. Дождик в Крыму нужен был давно, так как запаса воды практически не осталось. Водохранилище обмелели. Ну, там процентов практически у всех водохранилищах от наполнения. Ну, 25, максимум 30. Единственное, больше наполненное, это Аянское водохранилище. Извините, чуть не оговорился. Ну, а сейчас, друзья, мы вместе с вами будем подъезжать к центральному рынку. Недавно один из моих зрителей и подписчиков просил, чтобы я показал, как обстоят дела на центральном рынке, как он сейчас выглядит. Ну, я еду на работу, я не могу в данный момент выйти и снять для вас. Но могу сказать одно, что у нас на центральном рынке раньше было много всяких шоуманов, всяких бутиков. Честно говоря, пройти было даже невозможно. Но как-то вот городские власти взялись за это дело, посносили все это дело, оккультурили площадь перед самим рынком, поставили там лавочки, и люди себя чувствуют там комфортно и великолепно. Даже на стене рынка повесили такое панно с видами города Симферополя. Вот у нас на центральном рынке, я проезжаю, если кто-то видел, с правой стороны плов-центр. Я, когда закончится весь этот режим самоизоляции и карантина, я обязательно приеду сюда и покажу всем, кого интересует эту площадь, и покажу этот плов-центр. Плов в плов-центре можно покушать как и на месте, так же взять и с собой на вынос. Достаточно вкусный. А мы повернули вместе с вами на улицу Севастопольскую. Ну, вот как я вам говорил, что поток машин не уменьшается. Я еще завтра буду ехать на работу. Я, как я говорил, вечером, когда с работы сегодня буду ехать, сниму обязательно, сколько машин ездит. Ну, и также завтра, когда я буду ехать на работу, я сниму обязательно для сравнения, сколько машин будет завтра на улице города. Уменьшится ли количество автомобилей или нет в связи со штрафами. Ну, а мы, друзья, вместе с вами с улицы Севастопольская повернули на Дмитрия Ульянова, и я уже нахожусь совсем недалеко от своей работы. Хочется попросить вас, друзья, подписывайтесь на наш канал, пишите нам комментарии, также подписывайтесь на Ирочкин Инстаграм, там вы всегда сможете найти свежую информацию о наших съемках, о местах, где мы снимаем и куда мы ездим. Проходя мимо Салгира, вижу такую картину. Смотрите, пена. Это просто ужас. Это кто-то что-то сбросил, скорее всего. Реально, мыльная пена. Безобразие. Пока мы сидим дома, кто-то чем-то занимается нехорошим. Вы же видите за моей спиной? Просто пена. Это ужас. Да, буду спрашивать, что я делаю 15 апреля в 2 часа. Ну, я иду на работу. Я медик. Так что иду пешком. В парке встретила белочку. Бедные белочки сейчас голодают. Никто их не подкармливает. Друзья, если будете возле парка, естественно, не просто гулять. Обязательно оберите какой-нибудь корм, если кто-нибудь идет на работу. Ну что, друзья, вот и закончился мой сегодняшний рабочий день. Но прежде чем ехать домой, мне нужно заехать за Ирочкой на работу и забрать ее домой с работы. Сегодня, после некоторого перерыва, она вышла на работу. Ее поставили на дежурство. Дежурит она во вторую смену. Сейчас у нас на часах пол седьмого вечера. И закончится на работу где-то примерно через часик. Ну а пока мы будем ехать за ней на работу, я проедусь по центру города, сам посмотрю и вам покажу, как выглядит у нас все это дело. Сколько в данный момент автомобилей на улицах города штрафуют ли людей, есть ли посты ДПС. Ну вот только что мы проехали. Я видел с правой стороны пожилую женщину, остановила полиция и что-то ее спрашивали. То есть, возможно, уже людей штрафуют или может быть только предупреждают о том, что не нужно нарушать режим самоизоляции, что нужно находиться дома и выходить только по необходимости. Ну пока на дорогах Симферополя машин достаточно. Я еще не встретил ни одного экипажа ДПС и не видел, чтобы у кого-нибудь проверяли документы. Людей на улицах не много, но люди есть. Только что мы проехали, на остановке стояла маршрутка. Маршрутка, в принципе, заполнена на две трети. Ну а сейчас, друзья, мы движемся по Куйбышевскому кольцу и на Куйбышевском кольце стоит наряд ДПС. Я смотрю, наряд ДПС остановил автомобиль Инфинити и что-то они выясняют с владельцем автомобиля. Ну вот, собственно, мы и приехали к Ирочке на работе. Сейчас я заеду на парковочку возле стоматологической клиники, в которой она работает. Ну а мы с вами продолжим наш сериал завтра. Завтра я буду ехать на работу и покажу вам, сколько автомобилей в городе, сколько людей, ну и, может быть, что-то новое, интересное увижу. И все вам покажу и расскажу. Продолжение следует...